друзья всем огромный огромный привет вы на канале кастом трак и сегодня в этой серии мы постараемся подружиться во всяком случае сблизиться чуть больше с волкой я уже давно всем говорил и говорю и буду говорить что каждая машина имеет душу но сначала эту душу нужно в машину вложить почему объясню потому что когда мы делаем мелкие деталь ушки какие-то когда мы делаем настраиваем машину когда мы ее обслуживаем когда мы за ней ухаживает мы этим самым вкладываем в машину душу и потом она нам возвращает те эмоции то хорошее настроение то есть она нам возвращает свою душу это такая своеобразная лирика но я думаю вы со мной согласитесь если вы согласны обязательно поставьте лайк начинаем нам нужно устранить утечку масла на масляном фильтре вот именно в этой части вот здесь у нас утекает масло здесь нужно открутить вот эту гайку и посмотреть что там за проблема также естественно мы отмоем моторный отсек сегодня попытаемся запуститься после этого это наверняка у нас не получится но ничего страшно если что затолкаем гараж но тем не менее наша задача хотя бы немножко волгу отмыть в этой серии отмыть чтобы она стояла уже красивенькая аккуратненько жать эту крышку категорически запрещается потому что может лопнуть вот такая печальная шайба у нас надеюсь я смогу найти такую 40 минут времени и новая шайба у нас оказалось что достаточно сложно найти такую шайбу пришлось ехать в магазин ну что ж теперь запуск пол тыка но на подсохе работает маслица не плывет так народ в общем чуть пошуманил зажиганием сделал чуть раньше его просто открутил вот этот винтик на 10 под ключик как бы прогрелась вроде работает более-менее нормально единственное газовал газовал и прорвал как выстрелила волга зажиганием экспериментировал выстрелила волга и в общем разорвала глушитель немного ну вроде как бы работает нормально как-то так чуть-чуть с низов как бы захлёбывается может и нормально это вот так и вот так и вот так и вот так и Продолжение следует... 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 снял клапанную крышку немного здесь есть конечно нагар но посмотрим сейчас проверим зазоры отрегулируем зазоры в клапанах и я думаю поставим новую прокладочку будет все красиво значит смотрите ребят как мы отрегулируем клапана порядок работы здесь 1243 здесь достаточно проще чем 8 цилиндровый двигатель но тем не менее значит получается сначала срабатывает 1 потом 2 потом 4 потом 3 также это и видно и на порядке вот здесь работы бегунок бегает пока по кругу и становится напротив 1 потом напротив 2 потом напротив 4 и потом напротив 3 мы что сейчас сделаем снимем крышку трамплера так и сделаем себе пометки напротив искры в каждый цилиндр тогда мы сможем вращая двигатель по бегунку определить какой цилиндр у нас верхней мертвой точки вот ну такая простая система достаточно надеюсь вы поняли но сейчас вам покажу еще четче допустим вот у нас будет первый цилиндр так пометка здесь у нас бегунок будет сейчас здесь у нас будет второй цилиндр напротив так далее у нас будет вот здесь четвертый цилиндр так и замечаем 3 цилиндр и вот благодаря таким пометкам мы видим вот здесь у нас получается 1 цилиндр здесь 2 здесь 4 и здесь 3 то есть как только бегунок будет стоять напротив этих меток значит мы можем регулировать цилиндр надеюсь это правильная система но на всякий пожарный мы можем всегда отверточкой у нас свечи выкручены пощупать если там поршень на месте правильно да поэтому это не проблема вот что ж начинаем с клапанов у меня есть заводная ручка вот здесь имеется специально технологическое отверстие вот она номер сюда прикручивается вот так номер откидывается и вставляется ручка ручка у нас по моему москвичевская она не очень качественная но она вращает это самое главное вот сейчас вращая двигатель значит я уже вижу что мы начнем вот у нас будет второй цилиндр скоро верхней мертвой точки давайте проверим вот получается верхняя мертвая . у нас так то сжатие почему сжатие так то именно потому что у нас получается искра здесь как раз зазорчик у нас на втором цилиндре сейчас его проверим щупом 025 мы будем ставить 0 3 у нас получается вот 0 4 видите со свистом просто со свистом это неправильно сейчас возьмем ключик на 14 и займемся регулировкой здесь зазор я выставил 0 3 у нас достаточно плотновато заходит так заходит но плотновато то есть это в районе 0 3 3 4 0 3 четких зазор вот так же сделаем с остальными сейчас цилиндрами я надеюсь вы поняли я пытаюсь максимально как бы по простому объяснять я сам не моторист ничего но примерно понимаю систему значит вот у нас четыре цилиндра сейчас мы следующий наш цилиндр будет 4 до по исходя из порядка работы двигателя получается 1 2 4 3 вот бегунок когда здесь будет мы уже примерно можем даже щупать отверточкой когда подходит поршень как только он подойдет верхней мертвой точки так сразу мы сможем регулировать зазор вот так и делаем по очереди сейчас вот мы сделали 2 получается следующий мы сделаем 4 потом мы сделаем 3 и потом 1 ну такая система в общем то все просто каждый из вас сможет уже глядя на мои видео отрегулировать эти клапана я думаю без проблем все вперед занимаюсь выставлением зажигания что сделал вот здесь у нас был порядочный зазор в районе 0 6 зазор между вот этими контактами сейчас зазор изменил прежде чем начинать устанавливать зажигание нужно обязательно проверить вот этот зазор потому что изменение зазора изменяет момент появления искры искра вот в этой советской техники появляется когда контакт разогибается как только разомкнулся контакт так сразу начинается искра в момент размыкания вот этого контакта и получается что сейчас у нас изменился немного момент вот этого размыкания контакта потому что мы изменили зазорчик зазор отрегулировал я примерно 0 304 вот 0 4 штук щуп так плотненько-плотненько входит то есть но получается где-то 0 35 я сделал по книге зазор получается 0 35 0 45 но у нас примерно 0 35 получилось ближе к 40 0 40 вот и сейчас нужно выставить сам момент вот этого размыкания контакта при этом цилиндр должен быть в такте сжатия и метка на двигателе у волги вот там есть две рисочки они напротив выступа в блоке должны быть вот не знаю но постараюсь вот чтобы вам было видно ремни мешают но две рисочки первая риска должна быть напротив выступа вон того на блоке вон там виднеется светленький такой я его почистил когда напротив этой метки стоит двигатель первые рисочки у нас должен размыкаться контакт момент этот момент легко споймать с помощью лампочки то есть мы что делаем мы подсоединяем сюда лампочку на минус и в момент поворачиваем двигатель нас уже выставлен поворачиваем наш сам распределитель и ловим тот момент когда у нас размыкается лампочка вот он видите лампочка загорелась то есть еще раз поворачивая наш трамплер мы ловим момент когда загорается лампочка медленно медленно ловим 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 его вот он вот в таком месте мы его фиксируем потом обязательно вот видите он даже на пределе скажет так размыкание потом мы фиксируем его и у нас еще остается зазор плюс-минус вот этим корректором регулировать зажигание примерно выставляем а потом уже нужно в ходе тест-драйвов там делать раньше позже вот этим октан корректором так во всяком случае в литературе во всей написано но и по машине будет чувствоваться должно быть небольшое непродолжительное такое вот как все водители называют ли изгодание пальцев непонятно только каких но это на самом деле детонация получается когда у нас двигатель стоит напротив этой метки мы выставляем по лампочке вот этот размыкание контакта и принципе это является уже установленным моментом зажигания вот все что нам остается зажать трамплер в этом положении и в принципе собирать все сейчас я это все зажимаем устанавливаю можно будет уже вкручивать свечи да еще хотел сказать у нас здесь есть небольшая проблема у нас болтается вал ребят видите вообще нужно менять конечно этот трамплер но это не есть хорошо почему потому что сами понимаете когда болтается трамплер он видите размыкает ненужном месте у него есть свое место конечно посадочные но тем не менее она неправильная сейчас нужно еще раз я прокручу двигатель перри проверю чтобы он размыкался именно в этот момент когда здесь рис . и принципе будем ставить ну что ж новая прокладочка у нас под клапанную крышку подкрасил здесь тоже двигатель вопрос серебрянкой прошел все знаете чтобы выглядел аккуратненько вот так у нас выглядит мотор волговский сейчас последний нюанс ну вот теперь полный комплект но сейчас самое отважное это запуск потому что мы регулировали клапана регулировали зажигание то есть там может быть что-то избилось но надеюсь все будет хорошо все запускаем мотор ну вот так он работает забыл поставить еще убережение в принципе то работает нормально моторчик но сейчас он будет подтраивать подкапчивать потому что он холодный ну вот так он работает в принципе сейчас на подсосе реагирует нормально вроде как должен работать но у нас новая свечи интересно как быстро их засрет вот сейчас еще по плану вот сейчас еще по плану заменю масло двигатели сейчас покажу вам масло купил вот такое вот фаворит самое дешевое поменяем пусть лучше будет свеженькая волги фильтр тоже подрегулировал немного тягу которая увеличивает обороты с подсосом вот так работает на маленьком подсосе чуть-чуть вытянутом сейчас уберу подсос фаворит фильтр в ужаснейшем состоянии попытался я внутри там протирать ну от старого масла и вы знаете подпалено у нас оно такое все не оттирается трешь трешь а там все равно такой подпалено как кто-то явно давно не менял здесь масло хотя это обязательно нужно делать не такие большие вложения здесь а мотор угробится ну что ж масло заливаем свежее ваши ставки разолью или нет сейчас пробка у меня не закручена я всегда чуть-чуть проливаю буквально чуть-чуть чтобы оно выдавило старое масло с поддона все зажал пробку вот там наше старое масло на улице вылезло солнце просто обалденнейшая погода смотрите просто красота но мне нужно спешить нужно ехать уже домой сейчас зальем маслица запустимся так отлично не пролил сейчас зальем свежачок нашему двигателю знаете в такой ситуации я всегда рассказываю одну историю которая произошла с Галей раньше я уезжал работать за границу и Галя оставалась одна ездила на машине и вынуждена была доливать масло и однажды мне рассказывает говорит я лью-лью масло а его все нет и нет там нет и нет масла вот она думала что здесь должно быть полное масло вот так бывает и так запуск на свежем масле давление кстати появилось очень быстро вот так наш аппарат работает на сегодня все огромное вам спасибо что вы посмотрели эту серию с Волгой надеюсь они вам нравятся если нравится поддержите лайком вам хочу пожелать чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди удачи везений всего самого-самого наилучшего всем огромнейшее спасибо и пока